Киевская Динамо Яростно атаковали ворота москвичей, но армейцы не только выдержали этот штурм, но на последней минуте сами забили единственный гол. Гол, который принес тбилистцам не золото, не серебро, а бронзу. А в это время в Ростове-на-Дону еще один претендент воролся за победу в чемпионате. Московским динамовцам они играют в светлой форме. В матче с армейцами Ростова нужна только победа. В этом случае они еще могут нагнать лидера чемпионата. Москвичи непрерывно атакуют. Численко подает на ворота и Николаев головой забивает гол. В этот момент казалось, что динамовцы догонят спорта, но вторая половина матча проходит еще более напряженно. Скоряя сперва от атаку Ростовчян, динамовцы нарушают правила. 11-метровый удар. 1-1. Ничья. Она принесла динамовцам серебряные медали. Что же происходит у нас здесь, в Киеве, на центральном стадионе? Уже идет вторая половина матча Спартак-Москва-Динамо-Киев. А счет все еще не открыт. 0-0. Спартак все действует смело, решительно, прямо скажем, по-чемпионски. Идет Хустаинов. Гол. Водушевленный успехом, москвичи усиливают нахи. Киевляне нарушают правила. Сиидов бьет 11-метровый. Последний гол сезона. Москвичи провели все финальные матчи без единого поражения. Они заслуженно завоевали звание чемпионов Советского Союза. Браво, Спартак! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова